приветствую всех вы на канале лего тв сегодня я затрону вопрос а как же подключить свой пк или ноутбук к большому экрану умного телевизора нет конечно самый простой способ это соединить их проводом hdmi нажать одновременно на ноутбуке на клавиатуре кнопки windows плюс п п я имею ввиду латинскую букву п и в вышедшем меню выбрать дублирование экрана но мы же не ищем легких путей правильно лучше ведь выбрать беспроводное подключение нежели соединять два устройства проводом так вот сегодня попытаюсь соединить свой ноутбук на 10 windows и к smart tv lg при этом я буду использовать широко известную технологию мира каст в этом ролике я вкратце расскажу о данной технологии если вас зацепить это видео ставьте лайк или дизлайк подписывайтесь на канал и дергайте колокольчик и да я конечно же абсолютно не гарантирую что у вас получится также легко соединиться с телевизором да как и у меня потому что во первых само ваше устройство должно аппаратно поддерживать такое подключение ну а как узнать поддерживает ли ваш ноутбук либо персонале компьютера технологию мира каст очень просто у меня про это на канале также есть видео ссылку на нем вы найдете в описании пониже достаточно подробно все описывается и да если вы увидите что ваш пока например не поддерживает мира каст вы не расстраивайтесь в первую очередь а попытайтесь обновить драйвера видеокарты и драйвер вай-фай адаптера возможно это поможет и если у вас не smart tv а простой телевизор но тем не менее она у него есть вход hdmi и usb порт то его можно апгрейдить купив отдельно вот такой вот свисток у меня он фирмовый у меня от гугла идет это хром каст называется но можно купить мира каст такой же свисток китайской промышленности скажем так дитя подешевле но будет стоить в несколько раз нежели от гугла причем как показало время если это гугл то это не всегда хорошо сегодняшний день это доказал когда гугл все сервисы гугла пропали на час и началась паника но думаю это не всех за дело в общем ссылка на такой свисток тот что подешевле будет в описании к этому ролику также вместе наличие телевизор lg на web os smart tv а ноутбук у меня asus n752 в то есть данный ноутбук идет с поддержкой мира касты его вай-фай адаптер поддерживают данную технологию для начала что надо сделать во первых особенности телевизоров lg это нужно зайти в настройки я не знаю почему она так работает но это надо сделать зайти в каналы до раздел каналы и hbb tv видите вот это вот надпись зайти в нее и просто отключить автозапуск все здесь отключить ведь у меня все скажем так галочки стоят на выключенной позиции далее нужно зайти в раздел подключения и выбрать менеджер подключений здесь выбираем персональный компьютер пк соответственно и выбираем screen share функцию скрин-шер осуществляем через мира каст посредством технологии мира каст все здесь даже вот смотрите написано вкратце руководство как осуществить подключение требуется ойс windows 8 1 или более поздней версии у меня windows 10 как кстати говоря и и поговаривают что и семерка пойдет но на нее нужно дополнительно драйвера специально устанавливать что я делаю на компьютере на точнее на ноутбуке своем я зажимаю кнопку windows windows п латинская соответственно и открывается такая вот сбоку менюшечка на моем ноутбуке и снизу есть надпись connect to a wireless дисплей то есть соединение к беспроводному дисплею выбираю это и выходит у меня список беспроводных устройств доступны среди них есть и мой телевизор среди них как вы видите вот у тиви юм 7450 выбираю телевизор и и смотрите что происходит практически сразу происходит подключение все экран дублируется включу видео на своем канале чтобы не возникало проблем с авторским правом интернет стране кивы на канал лего тв сегодня концентрирую внимание на телевизорах самсунг элджи philips higher panasonic 100 как вы видите кастится и картинка и звук картинка в максимальном разрешении full hd 1080p правда сейчас я не уверен разрешение по моему пониже будет давайте пойдем дальше и посмотрим а нужен ли интернет например для того чтобы осуществлять вот это вот дублирование экрана и так чтобы проверить нужен ли интернет для мира кастой я отключил свой рутер то есть вай фая нету интернета нету но как вы видите на моем телевизоре все еще отображается экран ноутбука то есть интернет не нужен вай фай модули ноутбука и телевизора связываются друг с другом напрямую без роутера без интернета ну вот эта особенность мира каста то что идет связь между двумя адаптерами напрямую нет соединения подключения к сети вай фай нету его видите то есть подключение отсутствует я так и выключил свой рутер экран тем не менее ноутбука подключается еще раз нажимаем кнопочку windows и пил латинскую и соединить подсоединиться к беспроводному дисплею еще раз подключаю все подключился достаточно быстро как вы видите что касается игр то многие проверяют мироказ на игре танчики я решил пойти немножко другим путем и проверить на игре фортнайт и что хочу сказать что картинка все-таки подлагивает то есть она вызывает дискомфорт нельзя сказать что этого не чувствуется вот если у вас удалось подключиться и вы играете в какую-либо игру у вас подлагивает картинка и в какой игре интересно заключение хочу сказать что технология в принципе работает пусть даже и не совсем идеально в плане какие-либо сложные игры будут наверняка с тормозами с подлагиваниями скорее всего но играть в более простые игры которые не связаны с диким экшеном где каждая доля секунды на счету в принципе можно напишите в комментариях получилось ли у вас подключиться и не тормозила ли у вас картинка при этом все ли шло гладко и хорошо вам спасибо за внимание всего доброго это был лего тв пока